Торговый дом «Зернопродукт» Здесь можно приобрести уже хорошо знакомую продукцию производства птицефабрики «Барки» Яйцо, коровье молоко пакетированное и разливное по 18 рублей за литр Мясо птицы, субпродукты На Дворецкой 5 в продаже и новый ряд продуктов Без добавок красители и ГМО Это охлажденное мясо говядины и свинины от АПП «Великолугская» Во новом открытом цехе по переработке мяса, это АПП «Великолугская» Предлагается широкий ассортимент мясной продукции Это котлеты, пельмени, ну и основное там очень много полуфабрикатов Продукция производится из мяса местных производителей Это НПО «Биопроект» птицефабрика «Барки» поставляют нам Также здесь широко представлена продукция ВКХП номер один Это хлебобулочные и кондитерские изделия Кстати, заказать к любому празднику свежий тортик можно по телефону 57667 Торговый дом «Зернопродукт» в своей работе делает акцент на реализацию продукции собственного производства Поэтому на прилавках фирменных магазинов только экологически чистые и натуральные продукты Наступила весна и наш организм уже почти исчерпал все запасы витаминов Как пополнить жизненные ресурсы, поддержать иммунитет и в добром здравии встретить лето Посетите медовый фестиваль в гостях у пчелки Который впервые будет организован в Великих Луках с 14 по 18 апреля в ДКЛК Это достаточно масштабное мероприятие Давайте посмотрим сюжет из города, в котором оно уже проходило В начале ноября в Новополске прошел медовый фестиваль в гостях у пчелки Этот грандиозный оздоровительный проект в городе Надвиной проходит впервые Зрители наслаждались выступлением творческих и спортивных коллективов города Организаторы постарались на славу Атмосфера праздника чувствовалась буквально везде На ярмарке представлены лучшие сорта меда и продукты пчеловодства Из разных регионов Беларуси и постсоветского пространства Гордость фестиваля – редкие сорта меда, за которые пчеловоды удостойны международных наград Мы очень тщательно выбираем участников, очень тщательно выбираем пчеловодов Условием участия у нас на выставке – это документы, которые в полном порядке Это ветеринарные справки различные, это паспорт пасеки Пчел проверяют на все болезни, которые только существуют Целебные свойства меда давно известны, а вот особенности каждого вида сладкого лакомства знает не каждый Липа является королевой всех медов То есть если взять самая качественная меда от белого меда, в том числе липу взять, она имеет белый оценок Акацию взять, то есть клаверной мед взять, кричиху взять все И составить пирамиду по качеству, то есть липа займет первое место в этой пирамиде И она будет являться королевой Все остальные меда будут стоять под ней, то есть ниже Жители земли белорусской пчеловодством занимаются издревле Однако первое общественное объединение пчеловодов было официально зарегистрировано 20 мая 1965 года Сегодня в республике около сотни пчеловодческих династий Великие луки встречайте! Международная выставка-ярмарка в гостях у пчелки в ДК ЛК Лучшие мед и продукты пчеловодства, целебные травы и бальзамы, сувениры, подарки, украшения, детская игровая площадка Ждем вас с 14 по 18 апреля с 10 утра до 7 вечера Приходите, угощайтесь, с медом силы набирайтесь! Недавно команда Великолугской сельхозакадемии «Сложный характер» была в гостях у белорусских студентов и стала лауреатом фестиваля КВН «Полоцкая лига» А теперь гости из ближнего зарубежья прибыли с ответным визитом Безусловно, они внесли в игру свой колорит За КВНом на Кубок ректора следила и наша съемочная группа КВНовское движение Великолугской сельхозакадемии с каждым годом набирает обороты В клуб веселых и находчивых здесь играют все, и студенты, и преподаватели Более того, вот уже второй год интеллектуальный поединок на Кубок ректора имеет статус международного На эту игру приехали гости из Беларуси Команде из Полоцка «Мулин Руш» всего год, но игроки в своих силах уверены Привезли, конечно же, шутки на нашу белорусскую тематику Да, как российские наши друзья любят эту тему Ну и также социальные различные миниатюры, юмор, доступные любому зрителю Привет, дорогой! Меня не было целый месяц Я думаю, ты чему-то научился за это время Да, смотри! Стой, я плачал! В зале, как всегда, аншлаг Посмотреть КВН на Кубок ректора пришли учащиеся других вузов Ведь наблюдать за интеллектуальной борьбой таких же студентов, как сами, весьма интересно Тема встречи – весеннее обострение В конкурсах приветствия, разминка, музыкальное задание Встретится команда «Вечный двигатель» Великолупская гимназия «Мулино-Шпоцк» «Кефир» в ГСХА Первый год очень радостно, что инициативу поддержали наши коллеги, студенты Академии физкультуры и спорта И я надеюсь, что их команда будет не только веселой, но и как должно быть спортсменом спортивной Внимание, Яна! Спорт, сила, красота Найдите лишнее слово? Правильно, лишнее слово, Яна! Калейдоскоп шуток и море веселья КВН для Сельхозакадемии, можно сказать, визитная карточка ВУЗа Кубок ректора второй раз отправляется в гимназию имени Софьи Ковалевской А команда из Полоцка ждет всех игроков с обратным визитом КВН Белоруссии с участием великолупских команд планируется уже в ближайшем будущем Региональная выставка собак всех пород Великие Луки-2010 прошла на днях в городе Наловоте Мероприятие мог посетить любой желающий Наш корреспондент Елена Свечникова и оператор Владимир Дмитриев с удовольствием приняли приглашение организаторов Сюжет из ДКЛК станет сегодня последним узором воскресного калейдоскопа Увидимся ровно через 7 дней в 18.30 на ДТВ Рапид. Счастливо! Больше ста породистых собак из Москвы, Минска, Смоленска, Пскова и Великих Лук стали участниками весенней выставки Главная задача – показать себя, что называется, во всей красе То есть собака должна быть гармоничной и соответствовать породе Выбирается среди каждой породы лучшая собака Потом сравнивается уже в конце, после выбора лучшей собаки среди породы, выбирается лучшая собака выставки В программе также различные конкурсы, названия лучшей юниор-выставки, юный владелец собаки, показательные выступления по дрессуре и показ мод Организатор мероприятия – городской кинологический центр Такие выставки проводятся центром два раза в год Наши собаки активно доставляются в разных городах и довольно-таки успешно, даже за границей доставляются На данный момент у нас около 600 собак в клубе породистых Есть и беспородные собаки в клубе Мы принимаем всех Знакомьтесь, карак или елгин – чемпион Российской кинологической федерации Но домочадца его зовут просто аракс Еди неприхотлив, очень ласков и дружелюбен Порода называется среднеазиатская овчарка Конкретно вот эта туркменского типа Там их называют алабаями Используется эта порода для охраны скота от хищников Волков, гиен и всякой подобной живности, которая норовит поживиться скотиной У нас их используют также для охраны участков, дворов Очень хороший охранник своей территории На нейтральной территории ведет себя совершенно спокойно, как вы можете заметить К детям тоже очень лоялен, никогда не тронет ребенка Восточноевропейская, немецкая овчарки, лабрадор, мопс, французский бульдог, чихуахуа, доберман, китайский шарпей Немецкий боксер, док, ротвейлер, йоркский терьер Редко можно увидеть такое разнообразие пород в одном месте Лучшим юниором выставки стала длинношерстная миниатюрная такса Адди Сабеба Со своей хозяйкой она приехала из Москвы Очень радушный прием, прекрасная организация Очень доброжелательные люди, четко все, ясно, конкретно То есть никакой путаницы, суеты, все объяснили, все показали нам То есть организаторы очень хорошо встречают, очень приятные впечатления Прекрасная экспертиза, очень грамотная, профессиональная, очень строго судит судья И более того, даже если у собаки видят какой-то недостаток, то дают рекомендации, как исправить То есть какие-то тренировки советуют То есть очень неформальный подход, грамотно, доброжелательно, все с улыбкой И очень знающие специалисты В общем, впечатлений масса, все довольны На выставке «Великие луки-2010» можно было и приобрести понравившегося щеночка Поэтому некоторые посетители ушли с мероприятия с новым членом семьи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok